У шерифа, как у любого уважающего себя футбольного клуба, появился свой гимн. Теперь мы знаем, что будем петь на трибунах, ведь у нас одна цель. Это строчка из гимна, его слова легко запомнить, музыка, что называется, качает. Денис Мартыненко послушал, встретился с автором гимна, и вот что из этого получилось. Я этот трек послушал первый раз, у меня сразу ассоциация с Максом Кражом возникла. Ты, наверное, сейчас это слушаешь? Нет, не совсем, просто, знаешь, хотелось, чтобы было что-то такое своеобразное. У Макса Кража в основном сами по себе треки, у них концепция, знаешь, подходит. Именно манера голоса, типа, знаешь, вот что-то такое. Именно наподобие патриотического что-то, знаешь. И мы как бы решили, что будет лучше сделать в таком стиле, потому что в основном сейчас молодежь слушает такое. Как бы Кража слушает, мне кажется, каждый, в принципе. Вот, и мы решили сделать что-то подобное, чтобы оно именно вот качнуло нормально. Как считаешь, зачем футбольному клубу вообще нужен гимн? Ну, для своего рода, как бы, гимн, мне кажется, это болельщики должны выкрикивать. Он должен быть стильным, как бы, в целом, чтобы при выходе команды, мне кажется, была какая-то такая определенная, какой-то определенный заряд энергии, в целом, для зрителей, для болельщиков. Как бы мы писали его, исходя из того, чтобы он звучал так, чтобы именно сами болельщики взорвали трибуны. То есть ты представляешь, что вот эти слова и этот мотив может звучать вот на весь стиле? Да. То есть он на это рассчитывал? Это то, чтобы болельщики его выкрикивали. Даже, если вы заметили вначале, там, где вперед шериф, там много голосов, как бы, в целом. Вот, это для поддержки с трибуны для футбольного клуба. Какие у тебя отношения с футболом? Играл, смотрел, ходил на футбол? Отношения с футболом у меня, как бы, ну, в детстве, в школе, да, я играл. Ходил на игры шерифа, как бы, смотрел, болел, когда они играли в Лиге Чемпионов. В целом, как бы, ну, я не любитель в плане, вот, чтобы поиграть. Посмотреть еще, да, я могу. Посмотреть, как бы, там, может быть, свободное время сходить с ребятами, вот, где-то поиграть можно. А так, чтобы профессионально заниматься, ну, не знаю, это не мое. Ну, ты, я так правильно понимаю, ты не самый футбольный человек. Нет. Ну, ты знаешь, что сотворил шериф за последний год. Да. Как ты оцениваешь это, Господи? Это, это очень здорово, как бы, это очень круто. Это впервые для нашей республики, как бы, такие достижения с их стороны. Ребята, на самом деле, большие молодцы. Мы все смотрели, все болели, все переживали за них. И мне кажется, они сделали очень хороший рывок в этом году. Когда идея этот гимн можно будет услышать? Может быть, ты будешь его использовать в своих выступлениях? Может быть, ты специально на футбол начнешь ходить, чтобы его услышать? Возможно, да. Ну, не знаю, как в выступлениях. Можно, в принципе, включить его в свою программу. Но, что касаемо того, чтобы прийти послушать, да, я бы пришел, послушал действительно, как это выглядит со стороны. Как это будет выглядеть на игре. И как будут болельщики. Я хотел бы сам прианализировать то, что мы создали. Как бы, как оно пойдет, хорошо ли, плохо ли. Там будет видно. Ну, будем надеяться, что футбольный клуб Шилиф сегодня обрел еще одного нового преданного болельщика. И что благодаря твоим словам и музыке болельщиков уже не встанет дольше. Спасибо вам.